Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем тему степеней сравнения английских прилагательных И на этот раз, это уже заключительная часть, наконец-то Здесь будет в основном о том, как они употребляются в предложении Когда позитив ставится, в каких случаях, с какими предлогами, с какими там еще словами может быть Как употребляется comparative, как употребляется superlative и так далее и тому подобное Что может с ними быть и что не может с ними быть Итак, первое, позитив, это самая очевидная, если угодно, исходная степень То есть без всяких окончаний, без всяких дополнений, без ничего Вот в чистом виде прилагательное ничего с ним такого особенного нет Мы все знаем, что перед существительным стоит или после существительного Может еще стоять там после глагола Но тем не менее, вроде бы как ничего такого характерного с ним не бывает И действительно, с ним почти ничего не бывает Но, значит, позитив может употребляться вот в таком случае Если спереди у нас будет ставить as Дальше у нас, собственно, прилагательное будет, без всяких там выкрутасов А далее у нас второе as И мы фактически получаем сравнение, но при этом мы не используем сравнительную степень То есть, если взять пример My house is А далее я ставлю as А далее у меня positive, big И далее у меня второе as Ну и далее мне надо сравнить свой дом с чьим-то Ну пусть будет с твоим домом Мой дом так же велик, как твой дом Или такой же большой, как твой Вот так это работает То есть, по сути, это сравнение без сравнения Как это еще может выглядеть? У этой структуры есть еще разновидность Если она утвердительная, значит, она, наверное, может быть и отрицательной Так и есть Она может быть еще и отрицательной Поэтому у меня может стоять такое Not А далее абсолютно все то же самое Иногда еще бывает so Но so редже В основном употребляется as И второй раз тоже у нас уже будет as So здесь не может быть даже в принципе Ну и вот повторим всю нашу мысль My house is not Или isn't И далее все то же самое As big as yours То есть, мой дом не так велик, как твой И вот мы имеем структуру со сравнением Как бы квазисравнение, если угодно Можно и так это понимать Далее, у этой структуры есть еще одна разновидность Мы опять же имеем not А дальше у нас будет стоять such Потом еще нужно поставить артикль Э, именно э, не за ни в коем случае Мы помним, что в основном such употребляется с э Поэтому можно так и себе и запомнить Далее у нас будет стоять positive То есть, опять же, без ничего А далее у нас as Ну и лишь so Здесь тоже so может появляться Но тоже в основном употребляется as Ну и вот, допустим, в примере пусть будет у меня такое I have Далее ставим not Далее ставим such a Я хочу ту же самую фразу, которую выше, переговорить Ну, немножко иначе Such a И дальше мы ставим big Далее мне потребуется сказать слово house Обращаем внимание, куда оно уходит У меня house было здесь А теперь оно здесь Оно и не мудрено у нас, самое обычное прилагательное Поэтому после него желательно существительное поставить И далее as А далее концовка фразы you И по идее дальше мне have Надо поставить еще одно Ну, поставлю have Здесь do можно было бы тоже поставить Ну, дабы не повторяться Ну да ладно, пусть будет have Да, эта структура немного позабористей Она такая многоплановая Здесь всего очень много Но тем не менее она тоже существует И ею тоже можно пользоваться Далее, что еще может стоять перед позитивом? Ну, кроме всех этих as, not, such и все такое Еще могут стоять наречия Мы помним, что наречия могут характеризовать прилагательные И я не буду все наречия, естественно, здесь перечислять Их очень много, но тем не менее Самые основные мы их все знаем Это такие как very, extremely, entirely, obviously И так далее, и так далее Horribly там какое-то И прочее, прочее Это усилители по большому счету То есть они ничего особенно не привносят в предложение Ну, они просто усиливают прилагательное Показывают, что вот Значит, просто для того, чтобы обратить внимание На нашу мысль Я не буду здесь писать примеры Ибо и так все понятно Мы такое видели Ну, просто надо принимать во внимание Что у нас прилагательное может характеризоваться наречиями Теперь едем дальше Следующая степень сравнения Это, собственно, сравнительная степень Это comparative И у comparative тоже есть любимые слова и выражения С которыми он обычно используется Самое популярное, самое известное То, что мы все знаем И составной comparative, и простой Используется в сравнении двух, скажем так, предметов И при этом рядом с ним всегда стоит слово then Чем? То есть, опять же, если я вернусь к своему исходному предложению My house is bigger И далее у меня then И далее у меня yours То есть мой дом больше, чем твой Теперь далее Та же самая структура Та, что здесь Может еще усложняться И опять же Это почти то же самое Что было в первой части Здесь появятся наречия Которые ее, ну, усиливают Если угодно Но здесь наречия уже будут другие Не такие, как Extremely, horribly Или very Или что Здесь будет Much Even Far A bit A lot То есть, здесь по большому счету Нагнетание объема, если угодно И далее у нас comparative То есть, прилагательному не холодно, не жарко Что перед ним стоят наречия Но, тем не менее, если нам этого хочется Если мы хотим чего-то очень сильно выделить Мы можем их использовать И дальше опять then И все то же самое Предложение у меня перепишется так My house is much bigger Или even bigger Ну, поставим even Потому что much и так часто встречается Than yours Здесь ничего особо не изменилось Ну, это вот, если я хочу выделить Что мой дом даже больше, чем твой А теперь у нас пойдут структуры Которые, ну, наверное, экзотические немножко Очень часто возникает такой вопрос Ну, допустим, перед прилагательным Я могу поставить артикль e Могу поставить артикль z Не важно, там Все зависит ведь от существительного, в принципе А могу ли я артикли ставить перед сравнительной степенью? Перед превосходной степенью-то мы знаем Что можно z ставить и даже нужно ставить А вот перед сравнением можно ставить z или e Или вообще ничего не ставить И перед сравнением можно ставить e Можно ставить z Никаких проблем нет Но здесь все зависит от того Как я это сравнение в предложении буду использовать Здесь у меня в предложении Ну, нет потребности в артикле Я схитрила, я поставила house перед bigger И bigger у меня после глагола Здесь артикль не нужен Но если бы у меня было bigger house Тогда я могла бы ставить e Bigger house И проблемы бы не было e можно ставить перед сравнительной степенью Здесь без вопросов Но кроме e перед сравнительной степенью Можно еще ставить и z И вот у меня будет артикль z Дальше у меня comparative Дальше у меня еще один артикль z И еще один comparative И здесь надо понимать Что это два разных прилагательных должно быть Обязательно два разных Ни в коем случае оно не повторяется И вот если я сочиню какое-то предложение Это будет примерно так The bigger my house is И далее у меня второе the И далее у меня второй comparative The better Better это от good Лучше То есть чем больше мой дом, тем лучше Вот у меня первая часть И вот у меня вторая часть Немножко странно это все выглядит Но тем не менее это предложение правильно Здесь все нормально Можно использовать вот такой фокус The sooner the better The faster the cheaper И так далее И так далее Далее Есть еще момент Когда comparative может повторяться в предложении Причем как один и тот же Так и два разных То есть сравнительная степень Также может быть однородными элементами Не только обычные прилагательные Но и сравнительные Ну вот скажем такое My house is bigger Больше Дальше я ставлю and Ака союз И дальше у меня better Здесь можно конечно добавить My house is bigger and better than yours То есть мой дом больше и лучше, чем твой Ну это уже по желанию пользователя Это можно ставить, можно и не ставить Здесь уже все зависит от автора И так это то, что касается сравнительной степени То есть и артикли можно ставить И однородными элементами ее можно представлять И усилители наречия перед ней ставить И желательно конечно сравнивать при этом два предмета Но есть лазейки, когда можно вот допустим как в последних двух случаях двух предметов у меня нет Но здесь желательно контекст иметь, дабы было понятно о чем мы говорим И далее превосходная степень Ну естественно у нас определенный артикль Это ясно Мы все знаем, что должен быть there А дальше superlative Но здесь нужно понимать, что артикль there Относится не так к самому прилагательному Которое в наивысшей степени сравнение стоит Как к существительному Которое будет стоять дальше Надо это всегда иметь в виду Потому что просто определенный артикль и прилагательное в наивысшей степени Это как говорится ни о чем Если рядом нет существительного Это не значит, что это существительное должно стоять обязательно сразу за superlative Но оно может стоять спереди My house is the most expensive Что-нибудь такое Но в любом случае существительное должно где-то рядом находиться Потому что иначе все выражение теряет смысл Кроме того, что у нас обычно стоит артикль Superlative очень любит использоваться с предлогами Это два таких фирменных предлога Это in и off Когда что употреблять Мы все знаем, что in это предлог места Поэтому будет логично думать, что это где-то связано что-то с местом Ну то есть самый большой дом в городе Что-нибудь такое А off это когда, как говорится, все остальное Самый умный среди нас человек Ну и вот опять возьмем предложение То, которое у меня везде было My house is Далее ставим there А далее у меня будет the tallest или the highest Ну я напишу the highest, ладно, пусть будет Хотя tallest тоже может быть А далее я ставлю in И далее in my area То есть мой дом самый высокий в моем районе Вот my area и отвечает на вопрос где И вот вся моя структура здесь При этом вот слово house На которое завязано слово the highest Или же допустим такое This guy Этот мужик, этот парень И далее я поставлю the strongest Самый сильный Из нас всех И далее у меня off А далее as all И мы получаем вот эту вот структуру Off, потому что у нас Ну если угодно выборка Из какого-то множества Поэтому мы ставим off Мы не можем поставить in Потому что у нас не место И вот это собственно все Что можно сказать о наивысшей степени сравнения Она такая самая скучная И самая предсказуемая Скриншот всего этого будет По ссылке в описании видео Равно как и ссылка на весь плейлист По прилагательным Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал